Друзья, всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня хочу ответить на вопросы по поводу конюшни. И как раз иду в конюшню, по дороге все расскажу. И первый вопрос по поводу того, как мы поем волшадей весной. Вот так. Канистры, ледянки. И поехали. В прошлом видео все ворчало, что у нас не меняется обстановка. И вот буквально неделя все поменялось, все растаяло. Наконец-то весна пришла. Конюшня не ограничена с нашим участком, он через участок получается, и на другой стороне. Так, а я же ключ взяла? Да. Так, приходишь, а ключ забыл. Приходится возвращаться. Обычно тут уже ждут. Сейчас принесу. Тут у нас такая ступенька получилась. Эти канистры падают. Ой, канистры с нее падают. Приходится доносить вручную. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Давайте я, может, вас куда-нибудь поставлю. Правда, если я вас поставлю, сейчас вас снесут. Вон тут кто-то уже караулит. Говорит, ты что воду не несешь? Сейчас принесем. Так. Так. Ничего не трогать, пошли за водой. Не трогайте камеру. Не трогай. Ну, подожди. И лучше канистры не оставлять, иначе они их просто снесут. Поломают. Сейчас тут будет очередь напопить. О, очередь. Что мне есть? Скажи, а что мне не дали сахарок? На, сахарок. На, скорее второй. Пока. Тебя не отогнали. Пальцы не жуй. Все. Намочили. У меня руки. Все. 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 Нет, сахарка. По поводу левады. Левада у нас небольшая, но, в принципе, побегать и позаниматься на корте вполне хватает. Там кто-то писал, ворчал, что лошади. Лошади даже пешком не пройдут. Не знаю, что тут. Как не пройти, если они спокойно и бегают тут. И валяются, и бегают. Да, бравада? Конюшня на две лошади пока. Потом я планирую еще на две лошади пристроить денеков амуничник. С одной стороны, у нас пока тут хранятся опилки. Тут я хочу поставить еще попозже домики для куриц. Но пока я не придумала, как это сделать. И с другой стороны уже сам амуничник. Сейчас я включу свет. Тут вот обычно висит седло. Всякие попонки, меховушки. Седло дома сушится. Ну, в общем, какой-то вот такой беспорядок. В принципе, для одного седла... Надо, кстати, второе докупить. Бравада, не копай. Докупить... Бравада! Иди, 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 иди. Накупить второе седло. У меня, в принципе, все амуниции дома. Я все унесла. Все сушится. Все обмазали для... Обработали для кожи. Специальным составом. Так что, в принципе, тут пока небольшой бардак. Но, в принципе, все умещается. В основном всякие гвоздики, полочки и немного бардака. Но будет тепло. У нас вода. Проложена труба от нашей скважины. Сюда чуть-чуть закопана через соседский участок. Так что, как чуть-чуть все-таки земля оттает. Мы сюда воду пустим. В амуничники я приберусь. В конюшни я приберусь. Да, бравада? Все вымоем. Лошадей вымоем. Все будут чистые, довольные, да? Вот тут что-то ждут. Я их еще не кормила вечером. По поводу сена. Сена, конечно, лучше всего покупать осенью сразу. И самим его готовить к зиме, накрывать. Потому что, вот, например, в последний раз мы ездили, покупали. И вот прям видно, что сено уже такое и почерневшее, и где-то уже немного заплесневело. Но придется это все откладывать. Придется все это выкидывать куда-то. Это может быть какую-то яму копать. Я не знаю, пускай там гниет. Потому что сжигать мы пытались. Но сжигать рулон сена горит, я не знаю, неделю. Это постоянный дым. И, во-первых, это опасно. Не дай бог, куда-то искры полетят. Так что... А следить ночами стоять тоже не вариант. По поводу навозной кучи. Вчера я 6 часов убиралась в ливаде. Убирала вот это вот все сено, которое там уже за всю зиму складировалось. И вот эту вот часть надо перекидать снова на кучу. Но у меня вчера уже не облосило, чуть не развалилось за 6 часов. Синик. С синяком у нас произошли небольшие проблемы у нас съехало. С крыши съехал снег. Вместе с куском крыши. И вот чуть-чуть провалился внутрь. Вот там можно дырку видеть. Вообще, синик мы приготовили, но вот что-то всем лень сюда закатывать сено. Поэтому, в принципе, он есть. Вот тут съехал такой прям слой снега. Он, видно, кусок вырвал, но заменим, ничего страшного. По поводу грунта в Леваде. Грунта у нас никакого нет. Это просто земля. Сейчас я дойду. И вот, кстати, по поводу сена, которого можно, конечно, положить прям рулоны в саму Леваду. Но вот что будет? Вот что под ногами произошло. То есть они не засъедают все это сено. Они его используют в качестве туалета. Ходят на него в туалет, спят, и потом они это не едят. Вот это все надо собирать, выкидывать куда-то, как-то это все уничтожать. Во-первых, это и выкинутые деньги. Очень много времени. Это я вчера вот это все, что где нет сена, это я вчера все убрала. А вообще, конечно, очень много занимает время прибраться, все это собрать. Тут еще такими слоями за зиму все накопилось. Мне как бы говорят, мы есть будем. Вот плюшка, мне кажется, ее крылья. Мне кажется, вот если посмотреть на нее. Ну, вот так. Мне кажется, она жеребая. Ну, посмотрим. Да. Купила лошадь сюрпризом. Ну вот. Кто там жаловался, что лошадям побегать негде? Они просто не хотят бегать. Ой, я ее не закрыла. Закрыла конюшню нечаянно, да? Не открыла. Все закрыла негде. Конюшню я уже не закрываю, но я раз февраля у нас уже меньше. Ниже минус 10 не бывает, поэтому минус 10 ничего не замерзает. Всем хорошо. Грунта нет, земля. Так что сейчас еще несколько дней плюсовых. Вот это все подтает. И будет тут страшная жижа. Кошмарная жижа из земли. Пока тут где-то лед, где-то какахи, которые вымерзают из-за льда. Причем я вчера убиралась. Убирала верхний слой. А там получается размораживается снова слой. А подниму еще слой какашек, сены. Снова надо убираться. Ну ладно, уберем. Не страшно. Сейчас я их покормлю, наверное. Я уже ленюсь наполнять рептухи, поэтому я кидаю им под ноги. А потом жалуюсь, что надо убирать. Ильюшка, а ты где? Ты кушать идешь? Пойдем. Пойдем. Кушать. Кушать пойдем. Пойдем. Иди кушай. Можно за мной так не ходить? Ты же на меня наступишь. Иди кушай. По поводу теплой конюшни мы хотели делать изначально теплую конюшню. То есть как-то это все дело обшить. Потом красоту навести. Но прошло 3 года и в принципе теплая конюшня, как я поняла допустим боровата английской лошади нет такого прям пошерстного как у деревенской лошади. В принципе она не мерзнет. Даже у нас было сколько? Минус 40. Одна зима минус 40 было. и я просто ставила боровата была туда одна. Я ставила ей обычный обогреватель. Вот там. Вон он там. Обычный обогреватель. И в принципе во-первых лошади сами греют. Конюшни обогревают. Плюс обогреватель при минус 40 внутри было где-то минус 5. То есть для них это суперкомфортно. Вот я тоже думаю сейчас надо обшивать или не надо уже. В принципе так просто идет. Тем более когда две лошади то они сами греют. И в принципе вот минус 30 это зимой было. Конюшни по-моему самые холодные где-то минус 5 было. Так в принципе около нуля держатся. И в принципе комфортная вода не замерзает. И лошадям тепло. Ну неотапливаем конюшни в том, что кожное седло кожаная уздечка они выбирают в себя влагу и они постоянно мокрые. Постоянные ремни вот эти все раздутые. И как бы не очень комфортно потом лошадь одевать седлать. Вот только такой минус я вижу в этом. Тут обычно висит седло всякие вольтрапы попонки уздечка обычно висит она дома тоже сушится. Ну и всякая барахлишка. Недоустские Господи как это называется то? Куда сено кладется? Всякое вот надо отнести уже постирать все попоны. Вообще конечно мы весь участок не планировали лошадям отдавать потому что у меня тут сад тут будет еще такой такой небольшой домик для работы мой офисный домик чтобы ходить на работу не дома проснулся и ты уже в офисе работать а ходить скажем так на работу. около сосны там небольшой пруд деревьев много насажали цветов то есть я хотела еще и сад поэтому прям весь участок под конюшню не отдали. Еще немножко сядет снег я хочу купить электропастух и в поле на соседних участках растянуть электропастух пускай лошади по суцитам во-первых опилки не надо убирать в конюшне плюс трава у них там всегда в доступе вот ну и плюс плюшка такая она свободная лошадь она постоянно кто-то пролезает в сад съедает цветы проваливается в пруд поэтому пускай стоят на воле мне кажется все-таки да она жеребая такая круглая стала уже так что будет жеребенок жеребенка я дам получается там у кого я ее покупала потому что мне надо за нее дорасплатиться и как раз жеребенком это сделаю либо продам жеребенка эти деньги я дам просто которая пока должна вот как-то так устроена жизнь в конюшне смотрим на что я еще не ответила в принципе зимой конюшня закрыта чтобы там все не вымораживалось конюшню открываю уже когда на улице останавливается погода где-то минус 5 минус 10 конюшню уже не закрываю они ходят туда-сюда и внутри какашек меньше всего меньше наверняка будет вопрос почему мы не сделаем здесь скважину единственная причина всему деньги по-моему в прошлом году это уже стоило 120 тысяч в этом году уже даже не знаю сколько будет стоить и когда будут свободные 120 тысяч мы сделаем скважину пока руками канистрами ледяночками пока в принципе справляемся пойдемте я вам покажу как я планирую сделать пастух выходим и везде уже земля жижа какашки вырезали сейчас конечно тут эти огромные бугры я не знаю смогу на них забраться или нет сейчас выберем где-нибудь чтобы не провалиться вообще вот получается конюшня наш основной участок и вот это вот то что свободный кусок поля это тоже участок но там пока его не продают все ждут пока его продадут подороже но мы хотим потом в дальнейшем тоже выкупить соединить и тут скважина точно будет так что давайте камеру повыше подниму в принципе если если к нашему если к нашему забору приделать пастух и вот тут где-то столбы есть были может трактором их снесло вот если два или три участка огородить соседских вот как раз лошадям в принципе будет воля побегать а по поводу того что будут ли соседи против или нет во-первых они за 7 лет ни разу не появились во-вторых вообще по факту соседи должны поддерживать свой участок косить траву потому что у нас тут был однажды пожар небольшой и к нам пошло это все из-за ветра и мы бегали и косили траву вокруг участка в принципе должны это делать соседи они никак не косят не поддерживают так что косим мы лошадьми с другой стороны что такого страшного то что лошади постоят наоборот участка будет во-первых удобен во-вторых трава будет скошено да и я думаю что лошадьми мы какие-то проблемы не создадим так что у нас тут целое поле вообще конечно в идеале это вот все эти участки получается четыре участка и напротив уже конюшня если купить это все объединить в большой такой большой участок то получится наверное соток 70 это было бы классно тогда можно было целый участок кодать под леваду прям оградить уже такую прям большую сделать чтобы лошадям призвиться побегать и трава была но пока это только в планах вон там у нас уже стройка первая в этом году я тут начала уже немножко откапывать деревья чтобы их снегом прям не поломало все палочки вырезали колышки которые у меня вот сюда где пруд провалилась плюшка зимой я не знаю она убила пруд разбила или нет мне прям не терпится все откопать посмотреть жив пруд или не очень будем надеяться что жив снег такой уже прям рыхлый рыхлый я тут своими говнянковыми ботинками белоснежный снег попортила так что у нас грунт это скопление земли какашек и сено какашки и сено надо убрать до мая во первых оно воняет во вторых все это высохнет и в мае будут ветра ну и раньше ветра и все это разлетится по саду так что надо все это будет собрать убрать куда-то отвезти ой я опять закрыла им конюшню ведерко заберу для вса ну а так и ходим каждый день ведро со всом канистры с водой и так далее так что как-то так но в принципе что это какая-то адская физическая работа в принципе да тяжело но терпимо тем более если вы любите лошадей и как-то привыкли к работе к физической то ничего сложного страшного нет в этом вода в Леваде будет попозже когда растает весь снег я поэтому еще не убираю до конца вот это все сен старое обкаканное потому что хотя бы чтобы лошади не в воде стояли мы к лице все зарабатывали все-таки как-то были такие островки сухости весной а так что-то я по-моему первую зиму так запустила Леваду обычно я все какашки сразу убираю а тут у нас были какие-то ужасные метели допустим вечером не убрала за ночь была такая метель что тут просто еще полметра снега естественно уже не выкопаешь и все это замерзает и вот сейчас у меня осталось все это вчера я вот убиралась наверное половину даже не сделала 6 часов у меня получилось и это еще надо перекидать в кучу чтобы не две кучи была одна синяк у нас пока не доделан тут наверное будет какая-то дверь потому что пока стоит стол плюшка вот туда заходит она даже стол двигает она пролезает получается как-то вот сюда между стеной и столом начинает стол двигать отодвигает стол проходит причем в синяке она не ест она уходит там где лежат нормальные сена тут у меня солома оставалась солома она не любит баравада овсяную солому в принципе ест я так для разнообразия один рулон взяла так что а так в принципе всем лень сюда закатывать сено мы по осени закатывали а вот зимой уже не хочется чистить опять чтобы закатить пускай там стоит ничего страшного а у нас еще плясовая температура у нас дороги грунтовые асфальт щебенки до нас прям нет поэтому мы скорее-скорее поехали закупили сено я обычно нахожу просто объявление на авито то что мне понравилось понравится либо сама еду смотрю что там либо заказываю доставку машину привозят ну там уж что привезли то привезли и весной конечно сено уже качество не очень а то что оставалось допустим ангарного хранения она там 5000 рулон и уже как-то дорого поэтому я покупаю где-то 2-3 тысячи за рулон ну и естественно там достаточно много выкидывается все вот эта вот пухляшка так что лучше самим конечно заготавливать осенью осенью я конечно купила я купила для бравады 10 рулонов на зиму мне должно было бы хватить а потом я купила плюшку и естественно мне не хватило зимой пришлось заказывать я заказывала машину это вышло по-моему в 30 тысяч рублей там сколько рулонов 10 наверное 8 было я не помню надо посмотреть и плюс вот сейчас мы докупили 4 рулона потому что сейчас на месяц наверное пока все не подсохнет возможности проехать с прицепом с сеном нет или заказать машину потом плюшка у меня уедет на поле на соседний участок уже на подножный корм а бравада такую трубу особо не ест поэтому мне придется все равно ей заказывать сено и просто кидать на поле вот такие английские капризные лошади с деревенскими как-то попроще вообще конечно изначально когда я думала про лошадь когда у меня появилась лошадь я даже не смотрела не рассматривала варианты по поводу того что поставить где-то на постой я не хотела ездить как-то ну во-первых время а во-вторых мне хотелось все-таки чтобы животные мои любимые жили со мной конечно есть видите скажем так трудности но в принципе все решаемо и вот для меня допустим счастье что вот они тут скажем в шаговой доступности стоят кушают не надо никуда ехать ты в любой момент сел верхом поехал или просто пришел ласкаться обниматься для меня это гораздо как-то интереснее и лучше хотя для кого-то проще поставил на постой просто плати приезжай твое дело только сесть поехать кататься тренировать лошадь а все остальное уже сделают коневоды а тут ты сам себе и коневод и тренер и какашка убиратель так что как-то так буду рада вашим комментариям пишите комментарии не забывайте подписываться приглашаю вас также в группу в телеграме там я постоянно выкладываю какие-то фото видео тексты так что ссылку оставлю внизу в описании и большое спасибо что были со мной пока-пока до новых встреч